и так всем добрый день мы сегодня такому камерном коллективе небольшим количеством слушателей познакомиться с нашим направлением прикладная информатика дело то что она сформировалась последние 10 лет очень конкурентная и очень интересная и каждый год появляется что-то новое и если кто-то был на некоторых дверей феврале или в прошлом году могут видеть сегодня новые для себя вещи я называю ее пусть программист или и дизайнера цифрового мира потому что на самом деле у нас два профиля это разработка программного обеспечения и на информатика в дизайне а зачем так было задумано для того чтобы сделать разный уклон для людей которые очень хотят творить отворить с помощью современной технологии не только как говорится просто народе рисовать но еще и создавать виртуальные миры виртуальное окружение использовать электронные схемы элементы макеты и прочее для оформления реального мира поэтому у нас достаточно много дисциплины интересных и как раз вот во второй части анна георгина поподробнее расскажет о учебном плане и из чего состоит вообще учебный процесс моя же роль сказать в принципе какой подход к обучению программистов как мы и готовим чине порядка 20 с небольшим минут и так дело в том что высшее образование существенно отличается от школьного и взяли задачи не все другие и последние годы испытывают большие вызовы от других способов обучения например это онлайн образование и курсы и корпоративные университеты крупных компаний таких как газпром например сбербанк имеет собственном университет уже эти университеты набирают либо собственно сотрудников ли обучают за деньги всех желающих и они могут гораздо быстрее перестраивать просто потому что по существу это не высшее образование привычном виде и университетом довольно сложно подстраиваться под меняющиеся требования рынка это было всегда но последние годы это стало особенно актуально потому что у вас каждый год появляются новые библиотеки и новые технологии развиваются и перестраивать учебный процесс непросто но мы пытаемся высшее образование это не только и не столько может быть сами знания поскольку сейчас онлайн курсов библиотек публичных лекций и материалов информации огромное количество в ней человек просто тонет особенно тот те который уже родился смы со смартфоном в руках как мы наши дети там 10 там 11 лет они уже знаю как ролик на youtube были залить прямо с телефона и вот вы такие люди пограничного поколения которые еще родились и до интернетовскую эпоху пришло существу будучи уже в школе активно пользуется интернетом и на ваших глазах появилась мобильные телефоны смартфоны мобилизация такая появился искусственный интеллект и теперь для вас социальные совершенно естественно то что происходит и вам проще поднимать флаг и нести дальше развивать новые технологии для того чтобы такие технологии изобрести что-то но вот понять решить ранее нерешаемые проблемы вам за это нужно помощь профессионалов работа вместе с ними нужны единомышленники потому что ни один серьезный проект это вам любой скажет руководитель не решается одиночкой и многие задачи является поисковыми то есть в них нет готовых ответов нельзя нигде списать никто не знаю как правильно например беспилотный транспорт до сих пор функционирует в опытном режиме даже такси которая существует от компании uber и на них можете на уже ездить совершенно коммерческие перевозки уже существует и беспилотные грузовики существует но все это на этапе обкатки и перехода уже в так называемый мейнстрим то есть обычные бытовые вещи и вот этой апробации поиском новых направлений их отладкой и тестированием и занятые юные умы которые к нам поступают вот вы на этом слайде я собрал несколько примеров того как ребята работы с преподавателями формальной и неформальной обстановки во время мероприятий олимпиад школ и вы знаете я сам уже пять лет преподаю на этом направлении и сам по существу видео как она развивалась могу сказать что такая слаженная работа и на занятиях и в ней их особенно в неучебное время позволяет сплотиться и более интенсивно работать на какими-то важными задачами как мы учим программистов мы исповедуем проектный подход в обучении мы выбираем для вас актуальной задачи никакого паскаре преподавать не то он не будет по себе господи а мы стараемся и можем себе позволить индивидуальную работу с ребятами потому что у нас учатся на одном курсе в зависимости от того какой набор от 20 до 40 человек в зависимости от курса то есть всего на направлении мы обучаем порядка 120 очного направления еще есть вечерники поэтому мы в лицо знаем всех студентов любви пока ними большинство даже на первом курсе сейчас учатся я их сам не учу но так я с ними работал в нем приемной компании а половину я в лицо знаю к тому же пока вы учитесь даже на первом курсе вы начинаете взаимодействовать с преподавателями кафедры которых порядка 20 человек и эти люди которые вам интересны близкие по характеру понятны вам вы начинаете с ними работать не как создавать или время занятий семинаров взаимодействовать постоянно спрашивать совета чтобы не вам подсказывать интересные книги можем какие-то задачи вам давали они вовлекают вас свои проекты и вы так ведетесь ними вместе все четыре года свое обучение занимаясь совместными проектами решая задачи консультируясь может быть даже становитесь друзьями но в отличие от тех направлений где я преподаю сейчас и где учился раньше это не было очень популярно мы стараемся чтобы такое у ребят возникало то есть они знали кому из преподавателей по кому вопросу можно обратиться кто знает я кто знает силовую схемотехнику кто может нарисовать картинку а кто может порекомендовать проектного менеджера или бухгалтера для его проекта то есть у нас есть не только технари но есть еще и мощный предпринимательский модуль где ребятам рассказывают о том как спланировать и в проект как свертать бюджет что нужно для того чтобы подать грант и исходя из того что такие гранты ребята получают мы работаем неплохо у нас преподаватели достаточно молодые практически все они до 45 лет и многие из них из эти отрасли то есть они сами работают в индустрии либо они будут бизнесе либо в научном сфере это институт академии наук конечно сейчас по существу у вас любая актуальная информация рождается на международном языке на английском и и конечно с временем переводят на какой-то другой язык и не всегда на русский бывает что приходится переводить французского с немецкого какие-то вещи и без мощного англоязычного обучения конечно настоящему эти специалисты мне стать поэтому английского правда много и мы стараемся так спланировать дисциплины чтобы практике у вас было по времени больше чем теории и было время на практику тех навыков которые вы изучили на лекциях и время других занятий конечно нельзя просто дать больше дисциплин нужно чем-то жертвовать поэтому мы урезали максимально бог гуманитарный дисциплин это иначе что вы не будете изучать русский или там историю но просто они в основном заканчиваются на первом курсе какие-то остаются на втором на третьем но существенно меньше то есть на втором курсе уже огромный процент профессиональных дисциплин будет то есть математика программирование база данных операционной системы и так далее более подробно в этом она георгина расскажет в чем смысл бакалавриата он начально задумался таким образом чтобы люди которые получили образование бакалавра бакалавра они могли бы приступать к работе без дополнительные практики какой там там два-три года что где-то набирать опыт опыт мы стараемся давать во время обучения для этого у нас существует несколько практик языковая практика интенсивная производственная практика двух недель на третьем курсе на другом курсе практика есть курсовые работы то есть кроме лекций семинаров практик лабораторных значит есть еще и за много интенсивной работы для взаимодействия с заказчиками с научным учреждениями об этом чуть позже я скажу ну и по-английскому проходит у нас ежегодно школы с армии на в этом году к сожалению как видите не случилось но она поняла довольно масштабные почти на две недели 10 дней точно собираюсь ехать ребята начале июля но видимо уже не случится прошлом году ездила порядка 20 человек вот там часть из них и на фотографии есть у нас теперь есть носитель языка который живет в аркутске и мы с ним можно общаться достаточно часто и люди которые у нас на приходной форматике учатся они взаимодействуют не только с преподавателем но из других направлений например направление туризм реклама которая свою очередь тоже бывает за рубежом по своей профессиональной деятельности или общаются с клиентами которые здесь например оказывается по коммерческим делам одно из важнейших составляющих вот это учебного процесса является среда то есть очень часто студенты приходят в аудиторию там проводятся занятия в лабораторной и они уходят домой работают дома у них не снище существует никого пространство между работает и домом а сейчас мы с 16 года запустили лабораторию на базе в литике имени распутина вы знаете ее все она построен построен издана в пятнадцатом году и там огромное пространство сотни квадратных метров мы сейчас в этом году запустили еще три новых аудитории где будет еще и творческая мастерская и это пространство позволяет вам во вне учебное время место занятия приходят с понедельника по субботу приходить любое практически время до заката солнца работать над своими проектами общаться там есть инструменты материалы можно организовать свое рабочее место и поверьте мне люди которые лаборатории не просто приходят по есть пиццу взаимодействуют друг другом зачем-то работают у них формируется не просто круг интересов у них собираются команды они собираются в различные проекты участвуют в конференциях в школах на олимпиады ездят в том числе на олимпиады n3 которая нас давно уже проходит три года уже можно сказать давно по нашим меркам то есть это вот такое творческое пространство и ними дальше скажу основные направления работы конечно сопряжены с нашими направлениями обучения это цифра схема техника где мы изучаем ардуино всем известную и к контроллер и более сложная а также программирование логических интервьюальных схемах лисы очень сложный предмет он таким курс идет зрение машины обучения и анализ данных какие мы стримовые направлении к веб разработка мобильная разработка по ней специалисты и не только среди преподавателей но и студентов достаточно много я я могу там пятерых называть сразу которым вот занимаются и важным моментом здесь является то что каждый год ну хоме текущего не будет неприятного мы летом вот прямо в это время начале июня проводим летнюю школу для школьников то есть студенты преподают две недели ведут сами разрабатывать курсы 0 мы помогаем разработать курсы по самым разумом дисциплина похоже расскажу подробно естественно что такие направления как виртуальная дополненная реальность которая сейчас на уже на слуху у каждого школьника они тоже нам дороги мы проводим так два года уже проводим олимпиаду nt и по дополненной реальности и планируем проводить дальше вот буквально сегодня вчера подали заявки на украине олимпиады проектном офисе вот пример кого как антон черноузов это наши представители государственной комиссии то есть тот самый человек который является председателем защиты всех дипломных работ он рассказывает студентам о том каким образом гибкий способ проекты внедрять в свой проект как можно гибко проект проектами это вот прошлогодняя фотография с олимпиады nt и для школьников с этого года мы заключили договор и включить программу айти академия samsung которая подразумевает под собой три мощных курса на самом деле в той или иной мере они уже у нас были просто мы их переформатировали под программу самсунга это компьютерное зрение искусственный интеллект машины обучение том числе этот вещей здесь не упомянут но и он есть это микроконтроллер это беспроводные технологии и встраиваемые системы в своем решении и третий курс это мобильная разработка на языке котлин то есть до этого я мобильную разработку читал на java теперь будет котлет у следующего года буквально ну ребятам наверно будет не очень просто потому что все таки котлин им не давали отдельно но вашем учебном плане уже предусмотрен такой подход что вы сначала в рамках одного дисциплины на третьем курсе изучаете разные языки программирования называется языки методы программируется как помню хотели практика языков программирования курс называется вот и в рамках него котли будет изучать а потом придете ко мне на мобильную разработку уже прямо в мобил мобильную разработку будем его применять это какие эти академия сопровождается также онлайн курсами а также на будут мероприятия от организаторов этой программы и вам по окончанию курса как только вы защитите свой проект вам выдается сертификата компании samsung по существу эта часть вашего портфолио как начинающим программист начинающего профессионала и так вот это может быть важным важным шагом потому что очень часто ребятам которые начинают работу возникает первый вопрос а какой у вас опыт а вот мой опыт мое приложение которое есть на google play в маркете можете скачать вот мои исходники на гитхабе пожалуйста познакомьтесь да может быть и не за по не получу денег это индивидуальный проект но зато это опыт и он оценен по комиссии сертификат получит и так далее то есть у вас этот опыт нет не вижу вернемся летним школам это две недели месяца июня для школьников студенты рассказывают о своих интересных им направления это может быть совершенно не программистские направления фотография каллиграфия какая-то микроэлектроника 3d моделирования очень часто требуются ребята которые знают программирование студенты даже первого курса у нас бывали которая помогали такие школы организовывать 2 курса 6 покойно можно уже начинать этим заниматься и на самом деле когда студент рассказал о том как он программирует как он рисует там здание и изготавливает 3d принтере вместе с ребятами к сделал он еще лучше понял то что знал и до этого будет но не так неплохо так что это опыт очень полезный и еще и день может работать вот пример такие школы могли проходить ребята прямо в аудитории под руководством студентов значит если видите она рома она уже сейчас учится магистратуре и тьмо лаборатория была бы не было бы лаборатория если бы не мероприятие которых мы проводим огромное количество и даже сейчас запихать на слайд это сложно конечно это крупнейшее мероприятие такая тонко пяти ряда на которого многие были и пока ними слышали это конференция удивительный мир которая сейчас буквально готовится к запуску принимают еще заявки поэтому есть у вас есть индивидуальные проекты смело подавайте в них сайт открыт заявки принимаются мы проводим олимпиаду n3 по технологии виртуального мира это трек для младших школьников 6 по 8 по 7 класс по моему из 5 по 7 полном там был естественно что олимпиада n3 по дополненной реальности которая проводилась в марте прошлого года и в апреле этого года в определенном формате нашей группе может быть посмотреть металле вот пример того как летние школы проходят у нас это школа 17 года конечно и не очень новая но тем не менее это она была очень удачно очень массовая там были ребята даже слону д целая команда приехала и мы вовлекли туда и квадрокоптеры и сетевое оборудование то есть в этом сразу за несколько дней удалось поработать с огромным количеством разных задач это были прокладка маршрутов и навигация для коптеров и подключение видеонаблюдения общем много чего еще конечно же лаборатория это место это люди для конечно ресурсы которые собственно вам дают для того чтобы вы могли творить что-то делать потому что денег денег обычно нет это и серверы и различные аппараты платформы робототехнические много чего еще сетевой лаборатории длинку на существует со следующего учебного года у нас будет преподавать ведущий менеджер компании длинк иван александр костыря поэтому он еще моложе чем я будет рассказывать с огоньком ребятам очень нравится мы уже несколько раз с ним работали на школах и он преподавал в этом учебном году так что с каждым годом мы стараемся наше про нее все еще сильнее укреплять и даже немножко завидуют что сам здесь не учился буквально в двух словах от тех победах которые за последние пару лет случились потому что мы стараемся иногда приходится способствовать там кого-то подталкивать ребята чтобы участвовали разных мероприятиях это международная студенческая конференция новосибирске ежегодная которая проходит обычно в апреле мае в этом году она пришла в удаленном формате но и в прошлом году и позапрошу у нас постоянно это целый десант по 68 дня с человек в зависимости от года и как правило никогда не уезжает обратно без призов также в томском политехия проходила конференция технологиям где даже пирокузник юра прошутин мудрился получить призовое место своим проектом хотя он только поступил буквально вот он декабре поехал хакатоны проводим конечно постоянно олимпиаду nt и мы уже и только сами проводим на что это участвует активно в ней поэтому побеждают и вот сегодня зоя александр нам расскажет может быть если спросите о том как олимпиаде ты можно выиграть появился ученический трек с прошлого года и в прошлом году одна команда пяти человек выиграла два финала в этом году второкурсники выиграли финал технологию свободной связи программ ты наши студенты активно занимаются разработками научными исследованиями и они подают заявки на собственные исследования разные фонды и вот в прошлом году а получили 4 гранта на развитие собственных продуктов это двухлетний грант по существу это целиком зарплата на личные личное потребление получателя и в следующем году будут представить свои проекты также удалось в этом году собрать команду на трек геномное редактирование чисто биологический биоформатический трек тем не менее очень научный он содержит много сложной информации и ребята среди новосибирск пода ничего не выиграли но они были близки к этому месту очень сильно буквально там на пол балла там они отстали от других товарищей могут перекусники тем не менее все но уже съездили теперь уже опытные люди каждый год так получается у нас ребята ездят на школу по биоинформатике которая гигантский конкурс на 100 человек конкурс там есть 10 человек на место злоевая кого они ромы да я не говорила который учится в общем очень много ребятам участвует у школа очень мощная мой проходит либо в москве либо петербурге из вместе от года и тот кто приезжает уже с багажом обратно с огромным по биоинформатике и вычислить биологии наши ребята в этом году поступили 8 человек ведущие вузы магистратуру то есть это примерно треть курса выпускного и сейчас я думаю что выпуск еще будет еще мощнее не знаю как поступает а что ситуация как видите изменилось но если вы получаете базовое образование в иркутске она нас настолько хорошее качественно если вы каждого пока не валяли что вы можете себе позволить поступить куда угодно даже за рубеж если вас английским все хорошо немножечко ресурсов которых можно почитать про наши мероприятия картинки это школа программной инженерии олимпиады нт и и выборе поступающих которые на самом доме не обновляли но тем не менее там фотографии койки есть и я передаю слово уважаемой алине георгиевне может быть мы сделаем